Как дела? Нормально дела. Сейчас пойду погуляю немного. Привет. Блин, у меня беда, мне надо сейчас идти в магазин, ну как беда, покупать карандаш для губ. У меня был новый карандаш, но он такой, знаете, толстый, не тоненький, как обычно карандаши делают для губ, а толстый. И у меня нет такой тащилки, типа он сломался и все, я его не могу не поточить, ничего. А второй карандаш у меня закончился, а все остальные такие прям очень светлые, я такие не люблю. Сейчас может тут еще какой-то есть? Хороший вопрос. Есть вот еще какой-то. Да я не знаю, где он, его надо искать. Такой же какой и вопрос. Ну как будто бы есть такое ощущение, что его даже не видно на губах. Ну ладно. Прикольно. В смысле недолго, но я вернусь где-то, ну под комендантский час. Сначала пойду с девочкой, увижусь. Кстати, мы скорее всего выйдем вместе в эфир с ней. Потом надо со знакомым пойти в стресс. С Лерой. Мне ничего не видно все равно. Ты ее видел? Я много раз выходила с ней в эфир. Ну я не знаю, как у меня кофта, надеюсь, свитер надену. Скорее всего. Я как раз серого собиралась надевать. Я как раз серого собиралась надевать. У меня в какой-то канал, в ТГ-канал. И опять мне все написывают. Класс. До конца жизни это будет длиться или что? Блин, это какой-то ужас. У меня слишком бледные губы. Ну по поводу приваты пишут. Успокоительные надо выпить сейчас. Этот запах просто капец. Счастливые нам. Упоп. 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 Ну, мне надо пропить хотя бы две недели. Я почти всё время всё равно успокоительная, потому что у меня не то чтобы какой-то невероятный стресс в жизни, я не знаю, у меня начиная с 12 лет начались панички прям очень сильные, когда, ну, абсолютно в любой момент, не то чтобы там, знаете, как часто девочки говорят, не хватает воздуха и всё. То есть я теряю сознание полностью, но это страшно очень. Поэтому я всё время науспокоительна. Благодаря каплям хотя бы не так часто это случается, но случается. Вовремя ничего успевать находить нельзя. Так я боюсь вообще одна находиться. Из-за этого как бы у меня выработался страх одиночества, мне кажется, потому что не могу себе без карандаша выходить на улицу. Как будто бы чего-то не хватает. Ты никогда, причём тут никогда не была одна. Просто, ну, типа я очень часто остаюсь одна, у меня работа, я как бы в офисе сижу по полдня целыми днями сама, но я просто боюсь очень. Как вы мои волосы, я их снова осветлила. Я их, кстати, не смазала маслом. Я тоже боюсь оставать. Давай. Я только вышла из чёрного несколько дней назад. Каре я точно не хочу. Спасибо. Был опыт и чёлка, и каре. Я больше никогда в жизни на это не пойду. Ну, насчёт каре типа ничего не могу сказать. Стрижка как стрижка, как бы. Единственное, нельзя завязать волосы. Нормально так, как бы, ничего такого. И то, если удлинённая каре, то проблем не будет. Просто длинные волосы выглядят намного женственнее, красивее, привлекательнее. Ну, это чисто моё мнение. Чёлка, да, там уже неудобство присутствует. Каре я сейчас, да. Ну, как бы это видно. Из-за того... Нет, не за мной. Я из Одессы. Ой. Может, посмотрите, какая я красивая. Ну, да, не обращайте внимания на мои волосы. Нет. 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 Да. года